Ты подохнешь, енот? Ха-ха, мы тебя сожрём. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Rim World. Возвращаемся в нашу злосчастную, бедную, несчастную, ущербную, позорную колонию на странной, известной нам планете. Я извиняюсь, что так долго не играл в эту игру, два месяца уже, по-моему, прошло. Постараюсь чаще выпускать видосы по ней, потому что мне очень нравится в неё играть, она довольно-таки забавная, непредсказуемая. И если вы ещё не увидели видосы по ней, можете зайти, внизу будет плейлист, посмотреть, как у нас там дела. Спойлер, очень плохо. Однако мы всё равно живы, поэтому давайте будем доживать. Доживать оставшиеся нам дни. А может быть мы и вовсе не умрём, может быть нам опять повезёт. Нет, у нас зима, трупы и уныние. Возможно, не повезёт. Но может быть повезёт, так я и живу, может быть повезёт. Фли лежит, страдает. О, вскочил, пошёл работать, умница. А куда они пошли работать, что они хотят сделать? Дерево хотят забрать. Какие молодцы. У нас есть немножечко сухого пайка, 5 штук. 68 золота. И бодрина немножечко. А значит, всё прекрасно. Ветряк почему-то не работает. Я не понимаю, почему он не работает. Вот честно, я проложил и провода. И он крутится. Всё ещё примитивными способами мы свет добываем. Ну как же сделать электричество, что было? Энерговыработка 169 вольт у нашего ветряка. Он даже не крутится толком. Ну-ка, ветер в какую сторону дует? Непонятно в какую, потому что, блин, я же не там нахожусь. Я в своей комфортной хате сижу и управляю этой колонией бедной. Всё, что нам нужно сейчас, это еда. Еда и тепло. Благо дома внутри у нас... Погодите. Ой, я не прочитал, что там было написано. Чёрт! Ладно, внутри у нас 19 градусов. На улице всего лишь минус 3. Вообще халява. О, Хантер! Он сажает! Он сажает растения! А внутри, однако, 15 градусов. У нас грядки сейчас будут отлично. У нас цвести будет всё. Что ты сажаешь? Картофель. Смотрите, он вообще стоит. Он не... Он не работает. Потребляемая мощность 2900 вольт у этой лампы. Или ватт. Ватт, наверное, всё-таки. А этот тварь 18 добывает. Так, попробуем построить копию. Может быть, надо как-то иначе расположить? Вот я думаю, что означает вот это? Может быть, надо вырубить эти деревья. Давайте срубим. То есть, может быть, ничего не должно мешать здесь ему, чтобы он вырабатывал. Но всё же, на всякий случай, давайте построим ещё один ветряк. Вот тут можем его расположить? Тут, по идее, ничего не должно мешать. Он будет во все стороны. Ну, не во все, а только в две стороны. Риск лёгкого нервного срыва. У кого? У Фли. Ладно, это всего лишь он, может быть, погавкает немножко и успокоится. О, заложил фундамент для ветряка. Прекрасно. У Хантера голод. Сытый с... На нуле, пахавый Хантер. Так, что же мы можем... Мартин, ну чё ты, чё ты приуныл? А, у него нормальное настроение, он не приуныл. Доволитворён даже, на максимум, представляете? Он полностью сыт практически. Только не говорите об этом Хантеру, потому что он полностью голоден. А Фли слегка только. Не знаю, чем он успел перекусить. Возможно, каким-нибудь классным, вкусным трупачком. Кролик. Кролика надо убить. А это что такое? Кто снеговика слепил? Так, кролик от далека ушёл. И рядом... Олениха. И олень? Евгений, это я, олень из будущего. Пришёл предупредить тебя, что ты будешь играть в Rim World. Причём очень скоро, будь готов к этому. Да вообще-то я уже в него играю, и ты в нём тоже. Ой, опять опоздал. Олень из будущего. Ой, опять опоздал. Опоздал. А, я знаю, что вы соскучились по оленю. И я... Нет. Я не скучал по нему. Потому что он бесполезен. Очередная мирная ночь в нашей колонии сладострастной вафель. Фли не спалось, и он пошёл строить. Из-за чего у него риск лёгкого нервного срыва. Он же сам решил поработать. Смотрите, как ветряк крутится. Вот это он вырабатывает. Мешает дуб. Вот же написано. И правда. Вот эти тупорылые дубы мешают. Кто-нибудь извлеките дуб. Вот, пошёл, Хантер, молодец. Умница, давай. Руби, руби, руби. Руби, руби, руби. Пошла энергия. Есть. Он на максимум работает. Он пашет. Только теперь надо провода соединить. Открываем проекты. Так, постройка. Нет, это энергия нужна. Кабель подводный. Нам не нужен подводный кабель. Нам нужен обычный. Давайте вот так. И вот так соединим. Very good. Теперь ему ничего не мешает. Однако мощности мало. Мало ветра. А этому мешает... Блин, дуб. Давайте, парни, пошите. Работайте, умницы. Нужна тёплая одежда? Не нужна. Всего минус 6 градусов. Вы чё, вы и так одеты? Рёбаный Мартин, почему он сыт? Толстеет на глазах. Кстати, это Мартин? Джордж Мартин? Он очень похож на него. Он напишет здесь песнь льда и пламени, я уверен. Вот так всё и началось. Видите, всё очень холодно здесь. Тут придёт ему вдохновение. И сраные ветряки перестали что-либо вырабатывать снова. Когда-нибудь эту лампу сможет что-нибудь питать? Антер, как твоя сытость? Лучше бы я не спрашивал. Выросла на 0,59%. Скорость роста 0%. Не растёт, нужен свет. Три поселенца бездельничают у меня, высветилось. Какого хрена, почему вы бездельничаете? У нас же есть чем заняться. Вы всё исследовали уже? А, вы всё исследовали, умницы. Давайте что-ли лук изучим. Исследовать. Я выделил лампу. Комната омерзительна. Эта лампа считает, что комната омерзительна. У нас даже лампы недовольны моей колонии. Но омерзительна на самом деле означает, что немножко мёрзла здесь. Да ладно, ребят, скоро Новый год будет. Не переживайте. Зима прекрасна. Ну, вон, снеговика слепите ещё одного. Снеговик теперь рядом с кровью стоит. Много судеб он загубил, походу. Чё-то я не вдупляю. Что происходит? Давайте что-ли ещё вот здесь поставим один ветряк. Риск серьёзного срыва. Ууу, ноу. Фли, иди спи. Иди спи. Фли теряет воодушевление. Творческий подъём. Он потерял, но у него творческий подъём. Это как бы получается фраза друг другу противоречит. Он ещё голоден. А, я понял. Ну, творческий человек, настоящий творческий человек должен быть голодным и бедным. И тогда творчество прёт. Я по себе это знаю. Вот я, например, чертовски богат. Поэтому у меня такие говёные видео. Но если ты сейчас лайк поставишь и подпишешься на канал, они станут гораздо лучше. Когда вот смотришь так на колонию сверху, ощущение такого тотального одиночества. У Мартина. У Мартина плюс два. В его комнате. Почему так плохо? Смотрите, вот это фигачит. Может, и лампа сейчас заработает? Но она ночью перестаёт работать. Быстро включаем день. И снова она не пашет. Эти уродливые ветряки, посмотрите, что они делают. Они только по ночам нормально вертят. Хотя нет, вроде пошло наверх. Риск нервного срыва. Фли. Упал. Ты чё упал? Перестань. Ладно, он отдохнёт и поднимется настроение. У него удовлетворённость на полную. Красота окружения приемлемая. Он просто съесть хочет. Стой, погодите. Лампа. Скорость роста 100% лампа работает. Третий ветряк. Давай, паши. Умница. Почему этот перестал? Так, давайте перенесём куда-нибудь камни. Они, мне кажется, мешают здесь. Себе ничего не мешает. Мешает ветрогенератор. Хорошо, разбираем. Ребята, это победа. У нас сейчас будут расти картошечки. Останется только придумать, как их готовить. Или, наверное, просто будут жрать сырыми. Пофигу. Теперь строим. Вот здесь будет стоять ветряк. Он как раз никому не мешает. Я так понимаю, нет значения, да, в какую сторону ты его направляешь. Потому что они всё время одинаково крутятся. То есть можно было их красиво в ряд построить, но это моя колония. Такого у меня нет. Нет, нет, нет. Мы хаотичные, ребята. Глумление над трупами, Хантер. Похоже, он собирается разорить могилу и выставить труп. Но, погоди. Он уже выставил. Фли хавал напротив трупа. Хантер, будь ты проклят. Так, разрешите переносить. Унесите. Это Лариса, блин, он Ларису выкопал. Ты доволен с собой, Хантер? Всё, Мартин уносит, Мартин уносит. Так, картофель не растёт, потому что нужен свет. Но 51% ему немножко осталось. Денёк ещё подождать. Три ветряка, Пашу, блин, отлично. Это значит, что, может быть, может быть, мы уже можем построить что-нибудь электронное. Электроплита, например. Которую вообще некуда деть. Нафиг этот стол. Давайте разберём его и построим электроплиту. Лампа отключена во время сна растений. У нас растения спят. Ах, ты спишь, картошечка? Прости, прости, прости. Ч-ч-ч, нет, нет, нет. Мы не голодны совсем. Когда уже эта зима кончится? Десятый день идёт. Ну всё, ребята, режим полностью сбился. Они ложатся спать прям очень рано утром. Весь день спят. Чё? Енот. Очень вкусно охотится. Пусть Хантер возьмёт себе лук. Нет, давайте возьмёт норм. И пойдёт охотиться на енота. Где он? Только я уже потерял его. А вот иди. Ты не подохнешь, енот. Ха-ха. Мы тебя сожрём. Опа. Не разобрали. Прекрасно. Производство. Электроплита. Давайте вот сюда её поставим. Найс. Ну-ка посмотрим, как Хантер охотится на енота. Давай. Надеюсь, енот не до сдачи. Опа. В срок попал. Такой, ау. Не трать стрелы, урод. Он очень сыт. Сыт. Сейчас. Он очень сыт. Фига, он резвый. Иди по кровавому следу. Что там? Ладно, это муфало. Они куда-то разбегаются, видимо, боятся меня. Это хорошо. Хантер, ты позорный охотник. Опа. Всё. Без сознания. Добивай. И пойдём кушать. Опа, электроплита готова. Просто тащим провода. Вот так. Как-то так, наверное. Прямо к плите. Сколько ей нужно энергии? 350. Она меньше потребляет, чем эта сраная лампа. Которая не работает, кстати говоря. Ветра нет сегодня. Как-то это бесит. Всё время на грани. Окей, давайте. Нам нужно сталь добывать. В зале же стали. Прекрасно. Вот. Кто-то пойдёт добывать. Слушайте, может быть, как-то нормально назначить их? Потому что они у нас делают вообще абсолютно всё все. Кому положено отдыхать? Никому. Пожарный пациент. Это всё надо убрать, я думаю. Врачу оставим. Пусть будет фли. Ладно, отдых всем полагается. Работать всем надо. Надзор. А, это за пленниками. В жопу это дело. Не будем сбивать их. Животноводство. Никому не нужно повар. Кто у нас повар, интересно? Охотник. Пусть будет хантер. Охотник. Фермер. Хантер. Шахтёр. Хантер и фли. Да, пусть они будут. Кто у нас художник? Конечно же, Мартин. Носильщики. Все. Носильники тоже все. Уборщики. Все. Учёные. Трудно понять, кто из них лучший учёный. Умственный труд у Мартина 7. У фли 13. У хантера, ну, он тупой. Тогда вот у нас два учёных будет. Фли понёс енота. Он начал с очка. Самое мягкое место в еноте. И самые лысые плиты. О, у нас, кстати, стали-то нету совсем. Блин. Блин, давайте Мартин тоже пойдёт добывать руду. Водруга шахтёра. Фигачат своими кирками. Мне так нравится, как ветряки работают только, блин, ночью. А лампа ночью не работает. Соответственно, в жопу моя картошка пошла. Ладно, не все пошли работать, кажется. Умницы. Может быть, есть какое-то хранилище энергии, кстати? Аккумулятор. Вот же, у нас есть аккумулятор. Он сохраняет энергию. Вот здесь мы его поставим. Всё, провода установлены. Электроплита работает. А теперь давайте смотреть, кто у нас лучший повар. Кулинария 3 у Мартина. 0 у Фли. И 6 у Хантера. Всё. Ясненько. Фли у нас с поваром не будет. Ой, у нас закончилась еда, блин. Нет, у нас есть ещё енот. Грёбаный енот. Давай, иди строй, урод. Быстрее. Нам нужна энергия. Иди строй, урод. Что-то я его оскорбляю. Это плохая мотивация. Давай, мой хороший Хантер. Ой, мой лучший Хантер. В мире есть, растёт картошка. Жди, жди, пока она вырастет. Слушайте, нам нужно грохнуть какое-нибудь животное. Крыса вот здесь есть. Но она атаковать может. Но её легче будет грохнуть. Поэтому, Хантер, ты будешь охотиться на эту грёбаную крысу. Давай, иди. Бреть, пошёл. Погоди, вот пестель валяется. Чего никто не заберёт? Вот она, крыса. И Хантер, как крыса, подбирается к тебе. Оп. Промахнулся, что ли? Господи, кто-то стреляет. Ну. А, да нет. Какая проворная. Ну ладно, там, разбирайся сам. Блин, как хорошо, что мы решили проблему с аккумуляторами. И теперь у нас есть кухня омерзительная. Кто будет готовить-то? Да было бы что готовить. Сейчас будет. Вкуснейшая крыса. Ты ни разу не попал ещё. Наконец-то. Слушай, Хантер, а иди и сразу приготовь. Не может почему-то приготовить. Я не понимаю, как это работает. Слушайте, нам кажется, у нас нет дерева. Вот, побольше деревьев, чтобы росли. Всё, ребят, есть крыса. В нашем складе вкусных вещей. Это склад с вкусняшками. Для всех, кто хорошо себя ведёт, может забрать отсюда что-нибудь. Например, камень или кости, трупа. Или просто только что умершую крысу. Нифига вы добыли. Красавы. Блин, у меня уже паранойя. Мне кажется, снеговик двигается. Мне кажется, он подходит всё ближе. А, собственно, что я хотел. Построить копию. Нам нужно увеличить кухню. И вот здесь мы разбираем. Ух, ветра. Вот это ветра. Смотрите. Улица минус 17. Дерьмо полное. Так. О, нет. О, нет. Снабдить. Дохнет наш картофель. Снабдить. Нужна древесина. Просыпайся, урод. Что я всех накидываю? Нет, нет, нет. Снабдить, снабдить. Фух. Всё, картофель жив. Утри минус 11. Минус 10. Ладно, сейчас нагреется. Ух, спас остатки картофеля. Ладно, нам нужно что-то ещё придумать. Кто-то должен добывать нам много пищи. Будем жрать сырую. Очень мало живности. Давайте на олениху нападём. Охотиться. А, и нам нужно здесь обязательно пол, да, сделать. Вот так. Выросло на 11%. Боже мой. Как хреново. Мартин мечтает о еде. Ты лучше пиши свои прекрасные тексты. Кто последнюю книгу будет дописывать, а? Какая не допишешь, хрен ты поешь. Как там дела? Опа, Хантер, красава. Принёс олениху. Всё, все кушают. Всем вкусно. Замечательно. Погодите, теперь. Что это было? Что это было? Пожар. Так, стоп. Пожарный, все пожарные. Хантер, ты пожарный? Ты пожарный, я тебе сказал. Туши огонь. Фух, ладно. Всё нормально. С пожаром мы, слава богу, разобрались. Теперь он всё это чинит, да? Костёр! Снабдить! Мартин! Он бесится, ладно. Мартин, перестань. Не поешь. Он бесится внутри 11 градусов. Очень тепло. Так, давайте не будем терять наше хладнокровие. Нам нужен хороший такой разделочный стол, чтобы сделать прекрасное мясо. Разделать и сделать. Хантер, не хочешь поработать над разделочным столом? Не обращай внимания на Мартин. Он, кстати, с пистолетом в руках. Это опасно. Всё, работает прекрасно. Мартин доволен, уснул. Слава богу. Да чё ж кин кот? Столько энергии мы сохранили. Это почему происходит? Из-за магнитной солнечной вспышки? Вспышка продлится около суток. Из-за возникающих... Это откажет большинство электрических устройств. Откажет. Но никто не говорит, что оно взорвётся. Из-за воздействия атмосферных осадков в аккумулятор возникает короткое... Ага, понятно. Спасибо. Когда эти атмосферные осадки оставят нас в покое? А, у нас метель как раз-таки идёт. Сейчас давайте дождёмся утра. Попробуем заставить кого-нибудь. Кто у нас здесь повар? Хантер и Мартин. Перенести олениху, съесть. Что ж ты будешь делать? Да, перенести. Куда ты её понесёшь? Нет, почему? Кто должен заниматься этим? Мне подходящая температура и шкаф для инструментов нужен. Шкаф вот, сволочь, стоит. Ладно, давайте ещё один шкаф для инструментов сделаем. Требуется дохрена стали. У нас очень много стали. Или нет? Или очень мало? Ладно, копайте сталь ещё. Короче, мне надо просто пробить этот барьер, чтобы один раз разделать тушу оленихи. Она гниёт, испортится через два дня. Она ещё пока не гниёт. Её можно разделать. Что такое? Растерянность. Так, Хантер, давай-ка дис... О, нет. Всё, Хантер не может строить. Ладно, иди, иди, просто заправь костёр. Чтоб картошка не пропала. О, флип, принёс стали, принёс стали. Блин, сейчас, сейчас может быть. Наконец-таки. Я думаю, сейчас Хантер поспит, придёт в себя. И можно будет попробовать сделать олениху. Я боюсь, Мартин раньше сожрёт это олени... Хантер, тебе завтра предстоит ещё одна охота. Только вот олени ушли. О, боже мой, что ты от меня хочешь, игра. У нас есть вот эта штука. Муфало. Надеюсь, она не будет атаковать в ответ. При попадании с расстояния винтовочного выстрела, Муфало нападает с базовой вероятностью 10. Отмените охоту. Я лишусь своих подопечных. Я не хочу этого. Может быть, картошка нас спасёт. Выросло 22%. Спит сейчас. Спит. Полярное сияние закончилось. Что это значит? Завораживающее зрелище. Наполнить ночное небо светом и порадует тех, кому счастлив... А, оно радовало нас. Теперь нет. Давайте кто-то заправит костёр. Надо, чтобы его было много. Топливо. Вот, 15. Ладно, ещё на полтора дня хватит. Дейфли, спит. Налёт. Вороны крови. Вороны крови. Да ты ворона крови. Сраный налёт. Мы убьём его и съедим. Вот что мы сделаем. Что ж ты будешь делать? Да как мне надоело эти взрывы, уродливые. Пираты из фракции идут на штурм. А, у нас Хантер, к сожалению, в отключке. То есть он не здесь, он не с нами. Мартин, вооружись револьвером. Фли, вооружись револьвером. Пришло время сражаться. Как атаковать-то его? Парни, ну чё вы ходите за ним, а? Чему? Стрелять по усмотрению. Да, вот они такие стрелять. Должны быть по усмотрению, куда он идёт. Только не к Хантеру. Аккумулятор мой! Да что всё сегодня аккумулятор мой атакует? Хороший выстрел. Давай. Фли, куда ты пошёл? Мартин же не умеет стрелять нормально. Тебе сейчас грохнут. Фли. Выстрели. Отлично, попал. Попал в голову. Умница. Ещё один выстрел. Умница. Есть! О, всё, распускаем. Чё он принёс? Косяк дымолиста. Да, хаваем, хаваем его, чтобы все знали. Как у нас тут хреново живётся, чтобы даже не ходили сюда. Это будет бесконечная история, да? Мартин, иди, да, чини. Умница. Оленик, куда? Нет. Убежали. О, вот же они, вот же они. Кто будет охотиться? Кто-то должен. О, нет. Оба в дерьмину. Оба очень злые. Что с тобой? Почему? Что это на тебе? Да что ж ты будешь делать? Ладно, главное чинить, постоянно чинить. Мартин такой идёт, да господи, опять? Да, опять Мартин. Ничего не поделать. Картошка на 32% выросла. Какое говно, какое говно. Что происходит, Хлантер? Охотится, он пришёл в себя, моя умница. Блин, всё всегда в последний момент. Я всё ещё не понимаю, что же это значит. То ли он в бинтах, то ли он рваный весь. Оп, Хантер пришёл спать. А что с Оленихой? Неудачно, видимо, да? О, смотрите, куда пошёл. А, он с Оленихой-то ещё и не закончил. Она уже дохлая лежит. Что ты сделал? Что ты сделал? Перенеси Оленихой. Давай перенеси, пожалуйста, её. Что за Мартин дымит? Социально расслабляется. Ну, я в таких условиях не могу осуждать. Но осуждаю, конечно же. Нам нужны трезвые люди. Трезвые, понимаете? Чё? О, Хантер сажает новую картошечку. Какой? Молодец, 40%. Блин, как же долго ещё. О, это кухня настоящего маньяка серийного. Маньяк-каннибал. Безголовый труп. Олениха дохлая. Все под нож попадают. Стоп. Место разделки. Он у нас вот. Позволяет получить лишь 70% мяса с кожей разделываемого существа. Место разделки. Вот. Хантер, сейчас Мартин докушает, и ты попробуй, окей? Вот что это за точка? Что-то должно быть. Давайте эту разберём. Вот здесь есть место разделки. Здесь что-то должно быть рядом. Какая-то фигня. Так, чтобы нам проверить, как работает разделочная штука, если она вообще будет работать у нас когда-нибудь, давайте. Всё, Хантер уберём. Он только повар. Завтра он проснётся поваром. Так, вот он вышел. Социально расслабляется. Слушай, а может быть раздеть? Пусть хотя бы разденет беглянку эту. Куртка из ткани. Качество плохое, снято с трупа. Качество плохое. Из собачьей шкуры. Ну-ка, будь ты оденешь? Будет теплее, наверное. Стопудов стало гораздо теплее. Беда. Зарвалось опять. Смотрите, Хантер социально расслабляется. Я убрал всю работу, и теперь он не делает ничего. Смотрите, кустики. Погодите. Марта, май. Мы пережили зиму! Всё зацвело. Деревья, кустики. Кто-то, блин, должен срочно собрать. Няма, няма, няма. Повсюду няма. Каким-то образом мы ещё живы. До улицы температура 5. О, смотрите, наконец-то. Я просто не верю, что мы пережили зиму. Сейчас как вырастет картошка через ещё 50%. Стой, погодите. Место для разделки. А может быть надо вот так, чтобы было? Блин, нет, так нельзя. Как надо, я не понимаю. Пишите в комментариях, друзья. Мне нужны советы ваши. Но гайды я смотреть, конечно же, не буду. О, погодите, у нас... Нам нужно сделать ещё один аккумулятор. Где-нибудь на расстояние, чтобы взрыв не задел. Вот, судя по отметкам на снегу, вот где-то тут должен быть. Такая музыка, слышите? Как будто... Чё, чё, чё спел? Вот, вот, да, вот сейчас тему. Так, Мартин пошёл кушать. По каким-то причинам он кушает рядом с фли всё время. Или он скармливает фли. Ах, боже мой. Ну вот такие вот мы каннибалы поневоле. Ещё чуть-чуть, и у нас будет готов рекурсивный лук. Есть! Как мы его будем делать, непонятно. Теперь можно сделать производство медикаментов. Давайте, значит, производство препаратов исследовать. Следующим будут, наверное, солнечная батарея или пожарная пена. Сухие пайки, вот что надо исследовать. Нужна питательная паста. Ну, ладно. Нет, давайте сначала производство препаратов. А питательной пасты у нас всё равно нету нигде. Смотрите, вот в разделочного стола есть задание. Добавить задание. Вот где эта штука была. Разделать одну тушу. Сюда надо задание, оказывается, ставить. И сюда надо ставить. Приготовить простое блюдо. Пусть будет. Сделать икс штук. Повторять. Сделать бесконечно. И здесь делать бесконечно. Боже мой, вот. Сейчас ребята отоспятся, и мы пойдём кого-нибудь убьём. Хантер, твоя задача будет. Он проснулся, пошёл есть труп. Ладно, последний раз только кушай труп. Окей, хорошо, больше так не делай. Серьёзный нервный срыв у Хантера. Как вовремя. Не хрен было жрать этот труп. Кто у нас лучший охотник? Давайте посмотрим. Я думаю, Фли. Ты идеально годишься для этого. Охотиться на оленя. Удачи тебе, дружище. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Оп. Олень, стой на месте. Есть, попал. Умница. Загнал прям к нам. Теперь добить. Ладно, Фли разберётся. Если бы Хантер не сожрал этот труп, всё было бы нормально. Он бы быстро всё сделал. Блин, как много оленей. Стой, стой. Отменить всё. Проблема у нас здесь. С этим не получится. Вот есть другой. Такой же хороший олень на вид. Так что иди убей его. Ну ты, уродский варк, конечно. Пришёл и испортил всё. Всё, всю охоту запорол, тварь. Кто жрёт? Блин, нет. Слишком близко. Да убей крысу, убей крысу. Есть. Убей оленя, убей оленя. Ой, мне кажется, ему нехорошо. Убил? Ты же мой умница. Чё у нас там? Сытость, хреновое здоровье. Всё тело. Всё тело нездоровое. Всё, неси домой. Фли дошёл. Всё, иди отдыхай. Так, кто у нас повар? Мартин повар. Разделывать на разделочном столе. Аня, сначала полечи Фли. Ладно, хорошо, поспи ещё чуть-чуть. Всё, поспал. Теперь давай, разделывай. Есть! Да! Так, и мы сделали мясо. Теперь добавить задание. Что мы можем сделать? Вот, простое блюдо. Ингредиенты, значит. Разные ингредиенты. Пошёл жрать. Да нет же. Невозможно приготовить. Требуется 0,5... Ладно, схавайте мясо. Отлично. Впервые мы жрём не труп человека. И даже не труп животного. А разделанное мясо трупа животного. Пока ещё не приготовленное. Но это уже прогресс. Почему снеговик не растаял, кстати? О, нет, завонялось. А, но мы этого не чувствуем здесь. Хотя вентиляция прямо рядом стоит. Есть! Готовит! Готовит Мартин! Да! Это первый поселенец у нас, который ест приготовленную пищу. Которую сам сделал. А, тут же просто охренеть можно. На радостях мы сделаем... Нам нужен холодильный склад. Вот, такая вот у нас холодильная будет камера. Дверь из дерева. Кондиционер. Вот у нас он здесь будет стоять. Супер, всё охлаждать. Сколько нам нужно? Давайте два поставим. Боже мой, как это здорово. Все кушают. У всех настроение идёт вверх. Вли, иди, строй кондиционер. Да, детка. Значит, нам нужна температура минус 10. Сейчас, как охладит всё. Он охлаждает ведь? Он включен. Но что-то я не вижу, чтобы что-то работало. Стоп. Может быть, с энергией у нас? А, надо же подключить. Тогда давайте тут отменим. Во, я думаю, нам одного достаточно будет. Что у нас с поленем? Пора охотиться, я думаю. Давай, Хантер. Куда пошёл? А кто будет охотиться? Куда ты пошёл? Поиграть в шахматы. Слышали взрыв? А, Мартин пошёл добивать оленюху. Хорошо, ладно. Пусть будет ты. Взял револьвер. Ослица. Испортится через 4 дня. Блин. Сейчас мы ещё ослицу халявную принесём. Встретом медведь. Всё, всё, всё хорошо. Есть! Мне вот интересно, я правильно вообще кондиционер поставил? По-моему, я поставил его как дебил. Неправильно я его поставил. Он должен как-то вот так стоять. Типа, вот так. Вот так он должен был стоять. Опа! Кто-то буфало схавал. Столько еды сейчас привалит. Так, фли. Перенести. Хантер, переноси ослицу. А, Мартин? Работать над кондиционером. Классно поработал. О, да. Разделали мясо. Целая куча мяса. Ладно, немножко сырого сожрали, немножко приготовили. Пошёл процесс, посмотрите. Они все готовят. Они все разделывают. Они все едят и друг друга лечат. И сколько шматья теперь у нас. Мартин, пожалуйста, неси материалы на кондиционер. У нас всё тухнет. О, низкий навык строительства. Блин, строительство 5. У кого у нас строительство 5? Фли, конечно же. Иди строй кондиционер. А посмотрите-ка на настроение наших ребят. У всех оно прекрасно. Всем уютно. А кажется, у фли... Грипп? У него грипп. Убедитесь, что у вас медицинская кровать и доктор. Как-то не вовремя фли заболел, я тебе так скажу. Лёгкий грипп. Окей, фли. Ты как хочешь. Болей, конечно же. Но построй кондиционер сначала. Да. Пошла жара. Ну, точнее, холод пошёл. Свежее мясо. Что нужно ему, чтобы... Чтобы не сдохнуть. Второй раз. Нужна холодная температура. Здесь минус 8. Как теперь перенести-то мясо? Хорошо, давайте вот это будет склад. Вот такой. Так, морозилка назовём. Он несёт. Да! Это не безнадёжная колония. Шанс есть. Надежда есть. Картошка выросла. Есть. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем этот видос. Если вам понравилось, как я вырулю ситуацию своими ребятами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Спасибо всем большое, друзья, за то, что провели время со мной. Это было очень круто. С вами был Юджин и всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!